Дорогие друзья, всем маткульт-привет! С нами Богдан Бутырин снова! И это означает, ну вы поняли, что я решаю уже вторую, более трудную часть турнира Квантландия. Ну, на самом деле, возможно, это испугает наших зрителей, но на самом деле это не совсем так. Турниры мы все-таки делаем равноправными. Вот. Но здесь есть крепкие задачи. Ну, собственно, вы же сами увидите, как я буду решать. На этот раз эксперимент вообще предельно честен, потому что я не видел ничего дома, Света еще не начинала. Я в этот раз буду решать первый. Ну что? Проверим. С Богом, как говорится. Поехали. Так, еще вы меня увидите в очках, потому что я сблизи стал очень плохо видеть. Издалека прекрасно, а сблизи плохо. Старческая дальнозорка, как называется. И меня вот очки доктор прописал. Открыть, да? Да. Ну, как вы видите, у нас новый дизайн. Теперь картинки нарисованы художником. Сайт спроектирован дизайнером. То есть все теперь куда более приятно. Поехали. Да, давайте. Я нажал. Так. Еще раз, да, нажал? Давайте попробуем. Ну, вот все. Ну, тут правила турнира. Да, как можно больше квантиков. О, квантики. Ага. В целом все так же. Бериндейки и квантики. Так. Ага. Задача попроще и сложнее. Значит, все так же, да? То есть можно подсказку там брать, да? Да, правила остались такими же. В основном именно все изменения, главное, связаны с дизайном и с технической стороной. Теперь нужно подтверждать электронную почту, можно менять пароли и так далее. То есть юзер-френдли, так сказать. Все. Открыть турнир. Да. Вот новая карта, соответственно, именно целиковая. Республика комби. Комби вот здесь, а комби вот здесь. Остров лжецов. Почему-то недалеко от еврейской автономной области. Но это, видимо, совершенно случайно. Так, Геомой почему-то занимаются на Байкале, которого здесь почему-то нет. Так, Чиселбург находится где-то в районе Раненбурга Воронежского, да? Наверняка. Прямо там буквально. И Головоломск – это Санкт-Петербург. Ага. Прекрасно. Полезли туда, где будет сложнее всего мне и где более самое простое для Светы. Остров лжецов. Так. Тут три задачи. Два, три, четыре. Да. В прошлом турнире было 16, а дальше здесь 15. По три в каждом городе. Так, в соревнованиях участвовали, побегу участвовали Алик, Боря, Ваня и Ген. АБГБГ. После они сказали следующее. Алик, я их не жил сразу после Вани, я обогнал Гену. Боря, я обогнал Гену. Ваня, я обогнал Борю. Гена, я обогнал Ваню. Оказалось, что один из них соврал, остальные сказали правду. Как на самом деле ферншилеры, ребята? Заставьте их на пьедестане. Ага. Так, один соврал, да? Все так. Если, например, Алик сказал, что он финишировал сразу после Вани и обогнал Гену, он мог соврать в одном из этих двух утверждений? Например, он обогнал Гену, но финишировал не сразу после Вани, тогда он соврал? Это хороший вопрос. У меня сразу, я всегда до точности довожу формулировки. Я Рафаэл Калленчу доводил этим. Я все доводил до полной точности, чтобы я полностью понял, какую задачу я сейчас собираюсь решать. Это правильный подход. Мне кажется, здесь, наверное, все утверждение отрицается. Все утверждения. То есть, может быть, двойное отрицает. Ну, то есть, оно будет неверным, если хотя бы одно будет неверным. Или когда оба неверные? Мне кажется, здесь даже... Соврал будет означать, что и то, и другое неверно, да? Я думаю, да. Так, ну хорошо. И вот тут-то... Пам-пам! Саватей в очках появляется в кадре. Абвг. Значит, Что говорит А? Что он финишировал сразу после Вани и обогнал Гену. То есть, либо вот так, говорит он, либо вот так. Это Алик. Или-или. Боря обогнал Гену. Боря обогнал Гену. Так. Ваня обогнал Борю. Гена обогнал Ваню. Гена обогнал Ваню. Боря обогнал Гену. Ваня обогнал Борю. Гена обогнал Ваню. Не может быть. Потому что иначе Боря обогнал Борю, да, получается? То есть, сейчас Гена Ваню, Ваня Борю, Боря Гена. Ген обогнал Гену. Все, значит, этот сказал правду, и поэтому не надо выяснять ничего. Значит, мы точно знаем, что финиш либо такой, либо такой. Потому что среди этих один соврал. Все так. Вот. Значит, теперь кто, да? То есть, если было бы Ваня ВАБГ, то этот бы сказал правду, этот правду, а этот неправду. А если было бы ВАГБ, то этот правду, этот неправду и этот неправду. Значит, этот вариант уходит и остается ВАБГ. Да, теперь нужно перетащить товарища на пендеста. ВАБГ. Ваня чемпион, А на втором, Б на третьем, АГ, Ж. Готов, готов. Все верно. Решили. Супер. Разгоняемся. Так, а что дальше? Как сделать? Ну, нажимаем вот остров лжецов. А, остров лжецов. Сейчас, я думаю, еще раз. Вот. О, три раза в моем случае. Идем более. О, кандидаты в мэры. А тут какие-то выборы недавно где-то были, да, у нас? Да, вот где-то. Я даже не знаю где. Не в городе, да? Во всей стране что-то. Да, да, да. Выборы президента были. А, президента. Вот. Каждый кандидат в мэры остров либо лжец, либо правдолюб. Лжецы всегда лгут, правдолюбы всегда говорят правду. И все кандидаты знают, кто есть кто. Все кандидаты. В начале дебатов каждый из двадцати кандидатов заявил. А, двадцати одного. Да, это важно. Среди остальных присутствующих больше лжецов, чем правдолюбов. Среди остальных присутствующих больше каждый заявил. А. После того, как подошел опоздавший двадцатый кандидат, каждый из кандидатов повторил свое заявление. О. Кто опоздавший лжец или правдолюб. Так. Среди остальных больше лжецов, чем правдолюбов. Подошел опоздавший. Каждый повторил. Так. Значит, десять. Не десять на десять. То есть, каждый утверждает, что по крайней мере одиннадцать. Правильно? Ага. Кто опоздавший, лжец или правдолюб. Повдолюб. Каждый повторил свое заявление. А этот сказал или ничего не говорил? Это ничего не говорил, да, пришедший? Каждый из остальных мест и одного кандидата повторил свое заявление. Ага. Так. Значит, итак. Нет, наверное, все-таки не цель, что он тоже повторял. Каждый из кандидатов. Повторил. Но тот, который опоздал. Но он считается кандидатом. Да, но он не повторил. Он сделал такое же заявление. А, окей, да. Все остальные повторили, да. Все остальные повторили. Опять я вижу, точнее. Значит, он сделал такое же заявление. А эти все повторили. Так, значит, он лжец или правдолюб? Так, сейчас, секунда. Значит, среди остальных больше же совсем правдолюбов. Хорошо. Значит, пусть есть хоть один правдолюб. Вообще, хоть один из первых, без первого. Ага. Если есть хоть один правдолюб, тогда на самом деле лжецов больше или равно 11. Так. Если есть хоть один правдолюб, то лжецов больше или равно 11. Вот. Теперь, если подошел лжец, этот правдолюб повторил свое заявление. Значит, если есть хоть один правдолюб, то тут строго больше 1. Если был хоть один правдолюб, то тут строго больше 1. Версию, когда нет ни одного, я потом рассмотрю отдельно. Вот. А, не может быть ни одного, потому что иначе они все сказали правду, получается. Да. Все, значит, первое. Если бы все были лжецы, то было бы больше лжецов против правдолюбов, это была бы правда, но тогда бы они все зачем-то говорили правду, хотя должны говорить неправду. Все так. Вот. Соответственно, у нас есть правдолюб, и значит, лжецов было больше 11 изначально. То есть 12 или более. Значит, точное утверждение, что не менее 12 лжецов. Нет, подождите, это есть правдолюб, и он сделал то же самое заявление, значит, лжецов больше 11. Значит, и так лжецов больше равно 12. Теперь приходит, значит, это с самого начала было больше. Да. Вот. 11. Подожди, 11. Нет, ничего не понимаю. Нет, подожди, подожди, я не так. Почему 11-то? Сейчас. Нет, в начале было 10 на 10. Сейчас, ну тут их 21. 21, да. А, все, их было больше или равно 11 сразу, из-за того, что есть хоть один правдолюб. Значит, их было больше или равно 11 лжецов. Потом подошел либо лжец, либо правдолюб. Но ничего не изменилось вообще. Сейчас, подожди. Нет, так, я торможу ужасно. Я ужасно торможу. Так. Значит, подожди, что мы точно знаем? Что есть правдолюб. Что их лжецов, следовательно, больше или равно 11. С самого начала было, до прихода, до, до прихода. Было больше или равно 11 лжецов. Так, значит, л больше или равно 11 было до. Ну иначе бы он просто не сказал. Вот. Теперь дальше. Если их было больше или равно 11, то оставшихся 9, да. 10 или меньше. Для правды. Ну, как бы, да. 10. Ну, вот с точки зрения правдолюба 11, 9. Сейчас, почему? У нас же 21 кандидат. 21. Ну, вот он один правдолюб. Понял. И с его точки зрения, как минимум 11, 10 и 9. Теперь дальше. Если там, но так как лжецы есть, то они же тоже должны, они должны лгать. Они должны лгать. Ну, тогда, что он должен? Значит, кроме него 10 лжецов. Если бы кроме него было, то есть кроме него есть точно 10 лжецов. Но если бы было 11, он бы сказал правду. Да. Все. Значит, мы точно знаем, что у лжецов было ровно 11. Все правильно. А правдолюбов было 10. Теперь пришел еще один, и все повторили свое заявление. Для правдолюбов стало 11, 10. И это все правильно. Нет, если бы пришел правдолюб, то все хорошо. Да. А лжецы сказали бы... Так, а с точки зрения лжеца было бы больше правдолюбов, и, знаешь, тоже все хорошо. Да. А теперь, если подошел лжец? Их стало 12. А тех все еще 10. А тех все еще 10. Тогда любой этот говорит 100 лжецов больше, чем правдолюбов. Любой этот уже говорит другое. Потому что стало их 11 против 10. Да. Все, значит, лжец не может подойти, все. Только правдолюб. Все правильно. Какая же будет на 4 балла? Это просто ужас. Да, слушай, вот я не зря пошел сюда. Это очень сложно. Правдолюбов выбрать. Да, правдолюб. Отправить. Все правильно, справились. Так, ну сейчас будет жесть. Да не, я думал, что нормально будет. Король решил проверить своих мудрецов. Первый тонн. Да нет, второго записать 7 различных натуральных чисел. Суммой 88. И сообщить второму лишь среднее увеличение. Нет, я все-таки очки не буду дальше использовать, потому что когда я переменяю оттуда сюда, видимо, в очках я пока... Я еще пока не понял, как ими пользоваться, грубо говоря. Видимо, надо почитать в темноте. А писать я могу большими буквами, и тогда будет лучше. Или просто вдалеке. Король решил проверить своих мудрецов. Первый должен втайне от второго записать 7 различных натуральных чисел с суммой 88. Да? Ага. Да? И второй, да, тоже? Сейчас. Оба. Нет. Первый записывает, второй должен угадать. Все. Первый. И второе, и сообщает мудрецу среднее. Но оно может быть не целым. Нет, вот тут имеется в виду среднее, имеется в виду медиана. Как я понял. Очень. Очень тяжкая формулировка. Абсолютно будет очень много ошибочных. Потому что среднее, это среднее. Тут четко написано среднее. Ну да. Здесь тоже. Слушай, это я прямо обращаю внимание. Значит, медиана, да? Именно медиана, да? Ну да. То есть, среднее по величине, вот если их отсортировать, взять то, которое по среднему. Ну, это да. Ну, тут как бы... Ну да, я понял. Ну, то есть, как бы понять легко вот по-другому. Ладно. А, подожди, зачем ему сообщать 818? Да, наверное, нет. Здесь очевидно, что среднее такое. Так. Вот что второй мудрец должен назвать все записанные числа. У мудрецов не было возможности сговориться, но тем не менее они не справились. Не финты себе. Да. Не финты себе. То есть, нужно придумать, чтобы... Ну, как бы сказать... Загнать куда-то в угол. Ну, то есть, если, например, они будут все равны там 12, да? А, они... А, различных. А, различных. Сейчас. Ну, хорошо. Значит, 84, это 12, да? Да, в среднем 12. Да, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, да? 12, 12 годится. Правильно? Все два, но пока не годится, но я имею в виду, что... Сейчас. Теперь, если мы разбросаем их. 14, 15, 16. 11, 10, 9. Да? Ага. Эти увеличили. А эти нет, да? Нет, погоди. Нихрена. Так, значит, 13, 14, 15, 16. Это я прибавил 6. Ну, хорошо, 11, 10, 9, вот так. Вот этот вариант. Но я себя сообщу, сейчас 13, тут абсолютно куча вариантов, куча просто вариантов. То есть, уменьшить от 8, здесь 17 поставить. Ну, понятно, да? Надо понять, при каком... Что происходит, почему во что-то упирается, да? Что тут упирается, куда? То есть, ну, чтобы медиана была как можно меньше или как можно больше. Вот идея такая. Вот. То есть, так что дальше уже прям никуда не денешься. Ну, хорошо, давай смотреть. Значит, 13. 14, если 14, то у меня как бы... Значит, если медиана 14, то 3 числа больше и 3 меньше 14, да? 14 на 4 равно 56. Тут еще крик. Очень много вариантов, да? То есть, я хочу вот упереться, чтобы было, ну... Да, чтобы упереться. Ну, а вверх-то у меня... Вверх у меня нет возможности упереться. То есть, ну, чтобы низ нельзя было уменьшить. Как бы... Как бы сказать... Ну, хорошо, вот, допустим, я 20 пишу. Что у меня происходит? 20, 21, 22, 23. Уже больше, да? Уже больше все. Значит, не может быть. 19 я пишу. 19, 20, 21, 22. Эта сумма равна 82. Так? Да. 82. 1, 2, 3. Это 88. То есть... 20, 21, 22. Да, я, наверное, утверждаю, что если число 19 сказано вслух, то есть единственный вариант сделать сумму 88 по этих условиях. Потому что эти не меньше, чем эти 3. В сумме, соответственно, вот эта штука не меньше 82. А эти не меньше, чем 1, 2, 3. Поэтому остается единственный вариант вот такой. Да. И это ответ. Для меня оказалось проще. Ну, это... 1, как-то... 9. А, это то, что он сообщил, да? Да, да, да. Какое число, все, да? Готов, готов. Все правильно. Мы еще добавили, что теперь вот видно ответ, который вы ввели, чтобы потом было проще сравнивать. Угу. Так, что дальше? Так, ну, можно перейти сразу на карту, да. Мы остров лужицов закрыли. А что новое у нас? В Гаваломске или... Там было... 4 раздела, а здесь 5, да? Нет. Тоже было 5. То есть система та же, структура та же. Но задача... Я вот рекомендую задачу за 2. Это вот моя задача. Только я всегда сначала. Твоя, да? Да. У эксперта есть 5 золотых монет. Известно, что их масса 10-20. 20, 30 и 60. Но эксперт не знает, где какая. Он выбыл 3 монеты и сравнил с двумя оставшихся на частичных весах без гирь. Весы показали равенство. 3 плюс 2, да? 3 плюс 2 показали равенство. 3 плюс 2 показали равенство. Ну, сразу очевидно, что 60 там где 2. Потому что уже с любыми двумя это больше, чем эти. Вот. Поэтому это 60. Ну и надо просто проверить. 60 плюс 30 больше, чем они все. 60 плюс 20 больше, чем они все. Больше, чем они все. Да, больше, больше. А 60 плюс 10 нормально? То есть, на самом деле, у него вот такая ситуация. Обязательно. Да. Так. Определите массу каждой монеты еще за 2 взвешивания. А. А. Определите массу каждой еще за 2, да? Да. Для совершения взвешивания перетаскиваете на чаши ненужные в зону под весами. Ага. Да, соответственно, вот сами весы. Вот здесь. Да. Офигеть. Зона для монет. Йо. Так, то есть, смотри. Значит, первая. Вот у меня такая. За 2. Ядрить. Ядрить, полоскать. Ядрить, полоскать, морду в... Превращать. Так. Это я шучу. Так. Что у нас происходит? Так. Если я, например, вот сейчас... За 2, блин, за 2. Как же можно это сделать? Ну, за 1 я могу... Я могу определить из этих двух за 1 взвешивание. Просто оставлю любую из этих и 1 из этих. И совершенно независимо ни от чего, я сразу пойму 10 или 60. Потому что меньше или больше. Можно так, да. Ну, я просто не знаю, правильно это или нет, первый ход. Но, по крайней мере, я хочу сказать, что я точно могу следующим ходом уже знать вот эти две. Да, да, да. И останется мне вычленить 30-ку из этих монет. 30, да? Угу. А. Ну, да. Дальше очевидно. 20. Ну, вот одну из них берешь с десяткой. И сравниваешь с другой. 40 больше 20. А 30 равно 30. Ну, вы как-то сложно. Почему? Конечно. Можно проще, куда более просто. А, сравнить просто эти две. Да. Ну да, можно. И здесь то же самое. А, ой. Да. Ну, давайте попробуем. Прямо моим, я хочу моим. Хорошо. Значит, что я хотел? Я хотел оставить любую, значит, вот я беру вот эти, выкидываю. А. И эту тоже выкидываю. Угу. Взвесить. Да. Так, ой, только я забыл, кто где был. А, нет, вот тут написано. А, все, 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 все. Так, взвесить. Ну да, почему нет. Так, а это 10. Да. Так, значит, а уже можно сюда, да? Или здесь написать, а равно 10. Можно, да. Да, а вторая, что там была? Подожди, какой а 10? Сейчас, не а, подожди, где были две? Д, е, да? Да, да, да. Д, е. Нет, д, д это 60, вот тут не перепутать бы, е это 10. Вот. Угу. Вот, д 60, е 10. Теперь я хочу а, б, с, да, узнать? Да. Я предложил через жопный метод, что я беру ту, которая весит 10, зачем-то, да? То есть, е. Так, е. Кладу сюда, к ней прибавляю b, а сюда кладу а. Да? А, подожди. А! Да, смотри! Сейчас, а, нет, а, погоди, а может и не получится так, как я сказал. Потому что я узнаю эту 20, например, а эти-то две, я не узнаю. Нет, ты прав, надо исходную идею, надо взвесить. Только, слушай, я бы ошибся. Надо сейчас взвесить а, б, с, да? А, б, с, просто а и б. Угу. И все. Взвести? Да. Да, хочу. Так, а тяжелее. Так, а тяжелее. Значит, а 30, б 20, с 20. Угу. Все. Теперь нужно перетащить. А 30. Там у тебя несколько вариантов, да, этой задачки? Ну, на самом деле, здесь просто вариант случайно генерируется. То есть, веса мешаются. А. Под вот объектами вот этими. А. Так вот оно и функционирует. Ебкат. Ебцад. Ебцад. Верно. Все, республику комби. А, нет, только начали. Одна. Вторая. Есть стопка водки. Ой, есть стопка из старших карт. Дамы, короли и тузы. Каждый из четырех мастей. То есть, всего 12 карт. Ага. Это аниоры. Нет, аниоры это туз, король, дамы, а валет 10 в бридже. Но я очень мало играл в бридже, поэтому уже. Значит, тузы, короли и дамы, всех мастей. Сколькими способами игрок может взять из колоды 6 карт так, чтобы среди них было ровно два туза? Сколькими способами игрок может взять из колоды 6 карт так, чтобы было ровно два туза? Так, 6 карт. Ну, значит, ну, значит, во-первых, это произведение. Количество способов взять отсюда двух тузов на количество способов взять отсюда остальные четыре карты. Да. Вот, этот С из четырех по два. Все пары. А этот С из восьми по четыре. По-моему, тут никаких нет подвоков. Да, кажется, не должно быть. Потому что дама, бувен, это не дама червей, да? Ну, то есть. Ну, что, посчитаем. Шесть на восемью, семью, шесть и пять. День на четырежды, трижды два, да? Да. Шесть пошло на... Сейчас как, 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 шесть, шесть числителя. Ой, ой. Так, начинается с аватсеющей. Вот так вот я на экзамене на Микмат, корень из семи возвел. Квадрат получил сорок девять. Это классика. Да, ты совершенно прав. А я же смотрю, не делится. Так, ладно, здесь ушло. Вот, да. Здесь два. Начало еще четыре. Так, десять на семь. Семьдесят на шесть. Четыреста двадцать. Да, давайте попробуем. Если я не торможу, то ответ я жужужу. Отправил. Отлично. Так, комбия четыре. О-о-о-о. Шахматная. Твоя? Нет, это Михаила, кажется, задача. Ага. Черная ладья. Черная ладья. У нас оператор как раз черного цвета. И девушка. Черная ладья стоит в левом нижнем углу шахматной доски, на которой также стоят несколько черных пешек. Вот так, как нарисовано, да? Двое по очереди перемещают ладью на любое количество клеток в правую или вверх. Запрещено перепрыгать через спешку или ставить ладью на клетку или ставить пешку. Выиграет тот, кто поставит ладью в правую верхнюю клетку. Какой ход должен сделать первый игрок, чтобы выиграть при любых действиях второго игрока? Нажмите на ладью, а потом на клетку туда поставить. Для удобства можно помещать почти все клетки доски, кликнув мышкой. Давайте я покажу, что имеется в виду. Можно нажимать на клеточки, и тут зачем-то ставятся крестики и галочки. Ну, хорошо. Понятно, зачем. Значит, двое по очереди. Выиграет тот, кто поставит правую верхнюю клетку. Правильно? Эй, брат! Так, вот так, да? Нет, а как ты ставишь? Вот эти... Сейчас, вот эти отмечать нельзя. Вот все остальные можно, да. Но так трудно будет. Мне нужно составить таблицу про этих самых ходов. Проигрышных. Вот это проигрышные. То есть выигрышные за один ход ходы. Вот сюда, если... Ну, и вот эти, и эти тоже. Так. Право... Ой! Это же не ферзь. Да, да, да. Ладья. На любое количество ходов правой верхней. Ну, то есть по ладьинаму, но только правую верхней. Выигрывает тот, кто поставит ладью в правую верхнюю. Да, понятно. Значит, вот из всех вот этих мы выиграем в один ход. Это выигрышные... Ну, выигрышные. Ну, то есть я... Сейчас, если я сюда попал, я проиграл. Вот если я сюда попал, я проиграл. Дальше, если я сюда попал, я выиграл. Потому что он либо сюда, либо сюда, и я выиграл. Если я сюда попал... если я сюда попал, так, ну я проиграл, потому что я, потому что он меня сюда вгоняет и выигрывает. То есть, если я сюда, вот это для меня проигрышная позиция, если я сюда попал. То есть, если я сейчас откуда-то хожу, сюда попал, то я проиграл. Сейчас, кажется, сейчас. Так, что-то я запутался. Ну, да, да, я сейчас, знаешь что, давай по-другому, давай сделаем вот выигрышные позиции. Ой, блин, зачем я сейчас... Так, значит, позиции, в которых человек есть стоит, он выиграл. Вот отсюда, отовсюду он выиграл. Он же должен поставить правую верхнюю позицию, правильно? Вот это все он выиграл. И две нижние, которые... К сожалению, я не могу это сделать. Вот. Так, дальше. Это проигрышная позиция. Если я в ней нахожусь, у меня крышка. Да. Дальше. Если я здесь нахожусь, то я выиграл, потому что я перемещаю ее сюда. Угу. Здесь тоже выиграл, потому что перемещаю сюда. Тут тоже выиграл. То есть, отсюда я выиграл, потому что сразу хожу сюда. Отсюда выиграл, потому что сразу хожу сюда. Ага. Вот. Дальше. Дальше. Отсюда мой любой ход ведет в синюю, поэтому это проигрышный. То есть, закон такой. Любой ход в синюю, значит, проигрышный. Да. А этот выигрышный, потому что я могу пойти вот сюда. И они все выигрышные И запоминаем, что вот эти тоже все выигрышные Дальше Отсюда Это проигрышный ход Потому что мой любой ход ведет выигрышный Это ход выигрышный Потому что как я не хожу Ну нет, я могу сюда загнать Могу сюда загнать Да, да, да Ну да, то есть это выигрышный Дальше То есть если Есть хотя бы один ход в проигрышную позицию То это выигрышный ход Вот так Соответственно Отсюда, отсюда и ниже тоже Вот эти два тоже выигрышные Вот эти все пока выигрышные Дальше Отсюда Любой ход ведет выигрышную Следовательно он проигрышный Отсюда Это выигрышные все И вот это выигрышные Это можно выигрышные Пока Вот эти два тоже ведут выигрышные И вот эти все тоже Дальше Отсюда Ни одного хода не ведет Выигрышная Значит он проигрышный Угу Отсюда ведет ход в проигрышную Значит он выигрышный То есть отсюда все Отовсюду Да, вот здесь всюду Пока все вот это занято выигрышными Это мы должны запоминать Угу Дальше Дальше Отсюда Любой ход ведет выигрышную Значит он опять проигрышный Дальше Отсюда могу попасть в проигрышную И выиграть Отсюда тоже Значит тоже синий Отсюда могу попасть В проигрышную И выиграть Отсюда тоже И отсюда тоже Итак Итак, все вот эти вообще ходы, все вот эти, синие, чего? Так. Проверяем. Так, да. Это серьезно. Проверяем. Так, значит, я могу выиграть из любой из этих позиций в один ход. Да. Значит, они все выигрышные. Эти тоже все выигрышные. Да. Отсюда я не могу попасть сюда. Все мои ходы ведут проигрышную. Значит, она проигрышная. Все отсюда ведут проигрышную за один ход. Значит, я могу выиграть. Я привел и выиграл. Вот. Дальше, значит, отсюда все мои ходы ведут выигрышные. Значит, я проиграл. все которые здесь и здесь тоже я выиграл здесь тоже ну просто привел сюда отсюда нет хода в выигрышную знаешь проигрышная и за все вот есть тоже выигрышные отсюда и отсюда тоже очевидно всех это ведут в выигрышную позицию если они обе проигрышные тогда это выигрышная то что я могу да это выигрышные все вот эти выигрышные все эти выигрышные вот блин проигрышная это проигрышная понимаешь все правильно у вас потому что вот я все вот эти до выигрышный все И вот эти выигрышные. А эта-то нихрена не выигрышная. Из неё-то ход любой идёт выигрышная. Да. Всё, это проигрышная и... Ну, просто кликнуть на... Так, вот, отлично. Фух. Салферес. Да. Ты немножко на измену, да, пробила? Всё верно. Закрыли эту. Так. Так, комби. Дальний Восток закрыли, еврейскую автономную тоже закрыли. Да-да-да. Геома поехала. Так. Ух. Геома, геома. Некоторые золотые монеты в лабиринте недоступны. Отметьте все монеты, которые можно собрать, зайдя в лабиринт. Ну, элементарно. Все, которые можно, да? Да-да-да. Они там галочками отмечаются. Ну, вот, например, я сразу могу забрать. Вот так. Это тоже я легко заберу. Это я тоже использую. Легко заберу. И эту я, извиняюсь, но тоже легко заберу. Ага. Эту я легко заберу. Эту я легко заберу. А эта территория закрыта от меня. Ага. Одинаково. Эту я помню, что очень неочевидны, там эти перелезания, там, кратчайшие, очень неочевидно. Там надо развертку всегда делать. Умение сделаешь. Планета Кубин имеет форму Куба, в трех вершинах которого находятся города А, Б и Ц. Построить космодром, чтобы расстояние от космодрома по поверхности планеты городов было одинаковым. Все подходящие варианты, да? Да. Ох, ох, все подходящие варианты. Сейчас, ну давай начнем с того, что, значит... Так, а на планете, да, естественно, не внутри? Ну, естественно, да. Ну, на поверхности, да. Так, первое утверждение состоит в том, что... А, расстояние на поверхности... Слушай, а тут считается очевидно, что это в серединах ребер обязательно должно быть. Но то, что в вершинах не должно быть это видно, это прямо вот можно про каждую вершину сказать, почему это не так. Вот. Ну, здесь в любом случае подразумевается, что нужно из предложенных выбрать. А, из предложенных, да? Да-да-да. А-а-а, все, я понял, потому что иначе доказывают там все эти... Ой, да, это неприятно очень. Наверное, это правда, но тем не менее. Так, ну, отсюда очень далеко до Ц, очевидно. Ну, отсюда как бы до Б и до А совершенно по-разному расстоянию, да? То есть отсюда тоже очевидно. То есть вот эти три вообще отпадают сразу. Отсюда... Дан. Корень из пяти. Корень из пяти, корень из пяти. Да. Дальше отсюда, очевидно, до Б дальше, чем до А. Отсюда до Б ближе, чем до А. Отсюда до Ц ближе, чем до них. Отсюда до Б далековато. До Ц и до А по корню из пяти. До Б только через планету, и то будет корень из... Много, да. Да. Из... Да. Ну, короче, да. Это не подходит. То есть вот эти все не подходит. Так, отсюда до Б слишком далеко. Отлично подходит. Отлично подходит. Отсюда до Ц слишком близко, отсюда до Ц слишком близко. Давайте попробуем. Верно. Да, все правильно. Так, ну и третья задача, это, как я помню, да, это геометрия. Верно-бедренный пригоник А, Б, С, с основанием А, С. Пригон 116 при вершине Б. Равнобедренный, да? Да. 116 при вершине Б, 116, 180 минус 116 равно 64. 32, 32, неплохо. При вершине Б взяли точку М, так что угол МАК равен 28. Да. МАК 28, да? Угу. Так. Да. 28, и 4. Так. А угол МЦА равен 30. О, еще будет сюда. Вот так, да. Это 2, это 30. 2, и 4, короче. Угу. Дайте АБМ. Мда. Боюсь, что придется 10-й. Так. Значит, у меня 4, 2. И мне нужно найти вот этот угол, вот этот. Угу. Да. 2, и 4, ёкарный бабай, а. Ёкарный бабай. Что бы я помнил. Давай помнить. Это 30, это 28, так? Значит, здесь. Соответственно. На 122. Да, 122, да. Потому что на 6 больше, да. Отрезали здесь, и здесь по 2, значит, здесь прибавил 2. Ага. Значит, вот это 122. Дальше, значит, 122. Ну, здесь углы на самом деле не считаются. Нужно подумать, что можно сделать. Да, это вот, это серьезно, это, это серьезно. Вот, это, это я, интересно, сколько ребят решит в этом классе, да? Это вот ты говорил, да, что будет серьезная сдача одна? Нет, там на самом деле еще 2, кроме этого. 3, 2, 4, 28, 30, да, и 116. Нужно найти вот это. И вот в этом не считается. Мы не считаем, не считаем. Я думаю, угол в 30 должен намекнуть на некоторое. На некотором. 30 должен намекнуть. Ну, хорошо, намекнем. Да, намекнули. Намекнули, это 60. Кстати, не факт, что перпендикуляр проходит. В смысле, это точно совершенно не проходит. Да, да, да. 30. Ну, здесь есть угол, ну, тут 32, тут 30. Ну, на самом деле, смотрите, это здесь угол 2. Да. Да. А вот здесь 28. Ну, вот, может быть, можно как-то это поставить. 2 и 28, а здесь 30. Я непроходимо туп. 2 и 28, а здесь 30. Ну, а эти в сумме дают этот и что? Ну, может, десектрису, да, раздавить здесь вот? Возможно, так можно довести, я не пробовал. Десектриса, тогда здесь 2, здесь 30, здесь 30, здесь. Соответственно, вот мы попали на этот мудикуляр настоящий. То есть, он лежит на вот это еще. А, вот здесь вот, ну, как бы, на... Вот так, да, лежит? Ага. 30, 30, 60. Да. 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 Ничего не могу. А если отразить, да, вот это вот относительно это? Буду с подниматься. Тут проблема в том, что оно не складывается в один... Ничего не складывается. Ничего не складывается. Так, поэтому тут еще нужно как-то равнобедренность использовать. Ну, на самом деле... Не, жопа. Давайте подсказку возьмем. Вообще не понимает, что делать против бей. Вот, подсказка такая. Среди треугольник АДС, так что D, что B лежит внутри него. И здесь 2 равных треугольника. Правильный треугольник АДС, да? Ага. Так, еще одну надо выцелять. Так, да? Ага. АДС, ну, это 100% не решит. 116, да, было? Ага. И здесь по 32, да? Дальше было здесь 4, здесь 2, правильно? Ага. АДС так, чтобы B решила внутри него, да. Ну да. D, да? Ага. И давайте, надеюсь, 2 равных треугольника. Здесь уже можно углы найти. Так, значит, сейчас 32, значит, так... Так, ну, во-первых, D над B. Ага. Да, да, да. D над B. Так, и что? У нас, значит, тут 2, тут 4, тут 28, тут 30. Так, тут 28, так, тут 28, здесь 28, да? Правильно? Да, да, да. Сейчас 32, 28. А, ну, в смысле, тут 28 и так, там, и там. Так, где еще 28, еще вот здесь, да, 28? Да, вот 28, и вот 28. Так, и что? Так. 30. 28. Сейчас. А, вот это 2. Вот 30, да? Ага. Вот 2, вот 28. 32, 28. 28, 4, 28. Тут 28, тут 30. Так. Да. 30 и 28 где-то я уже видел. Вот они. Ага. Вот так и вот так. Вот эти два треугольника, получается, что, равны? О, да, они на губы. Да. Как-то у меня плохо нарисовано. Сильно плохо нарисовано. Они равны, да. Х, С и С, Б, Д. Ага. Так, что из этого извлекается-то? Сейчас, А, С, С, и С, Б, Д. То есть, Х, С, Равно, Б, Д. Ага. А вот это, равно вот этому. Сейчас. Погоди, 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 погоди. У нас бицептилатон равнобедренный получился. Ну, да, потому что у вас, вот, Б, С. Б, С. Сейчас. Б, С, значит, вот эти две равны. А, А, Х равно А, Б. xc равно bd на x равно bc и значит оно равно бы все да получается получается 176 пополам до 88 88 все отлично ну это да это для это же есть младших школьников сложновато это это только абсолютный гений да я потерял одно очечка за счет подсказки 1 1 или сколько один кванте на везде подсказка так ладно забили головоломской чисел бург головоломск очевидная задача крестки 0 теперь ставят крестки вася норики побеждает тот кто поставит 3 одинаковую обычный до помогите ему выиграть а помогите петь и выиграть ну сюда конечно да отлично некоторые задачи мы решаем прямо сразу а некоторые думаем по 10 минут так кони и слоны вот это у вас есть много черных шахматных коней белых слонов поставьте 17 фигур на доску 5 на 5 так чтобы одинаковые фигуры не били друг друга кстати вот насчет задачи есть интересный комментарий нам на почту поддержки написал школьник который придумал пример лучше но правда еще больше да правда кажется не для вот этой вариант много черных и белых 17 любых да да он видит насквозь даже если над играть стоит я могу любые доставить но смотри так вот бывает все белые клетки соединяются конями то есть понимаешь да это хорошее замечание то что конь бьет только клетки чужого цвета да абсолютно всегда и тем самым мы можем спокойно размножить коней по всем белым клеткам 13 получается и надо расставить теперь не бьюй да и так чтобы солны теперь его осталось всего четыре слона да да например так все бахнул поехали верно так вот это хорошая задачка что за 4 который сейчас будет кстати а предыдущий ты подвел вот так там насколько народа решила полностью все а вот я не владею такой информации к сожалению я спрошу интересно деревья в саду сад представляет собой прямоугольник 3 на 6 разбиты на квадратные участки на которых растут деревья для каждого участка посчитали сколько соседних с ним по стороне участков содержит такое же количество деревьев как ни странно для всех участков это число совпало с количеством деревьев на данном участке один или иной всегда не знаю а подожди не написано что на каждом деревья могут расти не одно а два и три да 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 до четырех а до четырех до ну иначе смысла для каждого поскольку соседним содержит такое же количество деревьев как ни странно для всех участков это число совпало с количеством деревьев на данном участке правиле приведите пример да блин ой 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 сколько соседних участков такое отсутствие деревьев противоречит потому что тут должно быть два потому что у них вот двух такое же не может не быть деревьев если бы деревьев нигде не было это противоречило да так теперь допустим где-то есть дерево хорошо давай один вариант что где-то в углу ездили в другой нет теперь нас если она одна то только в одном из участков есть деревья если 0 о ну как бы 23 может быть 12 короче вот вот такая ситуация не противоречит того что здесь деревьев не надо там такая ситуация не противоречит то здесь оно одно и такая ситуация непродерчивает здесь и но одну дальше ну как вот вот такая ситуация уже не противоречит тому что здесь по одному и здесь по одному да вот сюда дерево сейчас продолжать а слушай давайте я уберу пока можно сброс назад нажать смотри предположим что в одном из углов есть дерево 1 наверное как сложно то есть рассуждать можно например начать с того что 4 не бывает дерево вообще ну да но это да это должно быть очевидным потому что иначе 444 вот здесь уже будет 4 это намекает на то что можно сократить явно количество возможностей не свободы так если 4 не бывает а нет 0 0 вот может ли быть 0 где-то 0 значит не здесь не здесь не здесь не 0 1 2 3 3 хорошо пусть здесь 3 а здесь не может 3 участка 2 да 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 так в углу 21 или 0 значит допустим есть угол где 2 если есть угол где 2 то на двух участках такое же количество то есть на соседних прямо даже дальше если здесь 2 либо здесь 2 либо здесь 2 да 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 либо 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 если бы здесь когда здесь 0 или 1 и не может быть на 3 уже никак 2 здесь не может быть потому что иначе у этого участка три месяца все два не может быть одно ну ну да три не может быть потому что нигде 0 или 1 хорошо если одно то да и они вот как бы уже все закрыли то есть соседи соседи вот этого дерева уже что там 0 2 3 ну вот тогда здесь два до опять здесь тоже два да смотри какая цели что происходит ведь что происходит да дальше здесь здесь а одно значит вот здесь 0 1 сейчас значит так один здесь не может быть до 2 1 не может быть 2 может быть 0 0 тоже почему бы нет ну тут кажется надо раскручивать вот ситуацию вот с этими они тут просто пойдут дальше видимо ну тут пока не знаю а понял надо зациклить по идее 2 может да но на соседних тогда что там ну пока ничего здесь должно быть не 2 здесь даже 2 да то есть 0 и единицы троицы ледницы тройки пока это дает такую большую свободу действий ледницы тройки все подходят этот чемоданчик обрамление двух двойками и внутри две единички он дам да дает нам возможность продолжать нулями единицами и тройка что значит 0 это значит ни на одной клетке нет стольких деревьев сколько у тебя здесь там например по единице 0 это значит здесь 0 1 или 3 так если где-то 0 и это значит здесь все эти все друг друга обслужили значит здесь 0 1 или 3 так если где-то 0 и здесь и здесь 1 и 3 0 1 2 здесь 0 1 3 то здесь 0 1 и 3 то здесь 0 1 и 3 и здесь 0 1 и 3 а Хорошо, если где-то есть 3, то значит, вокруг него все-то тоже 3, да? 3, 3, 3, 3. Да, то есть это как-то сомнительно. Ну, с другой стороны, 3, 3, 3, 3 и 0, 0. Нет, нет. Да, вот у этой тройки вот проблемы, которая... А, 3, 3 надо будет. Тогда здесь 3. Нет, 3 здесь не может быть. Все. Да, да, да. Значит, если где-то есть 3, то вокруг него все... Это, во-первых, только вот эти 2 клетки, да, могут быть. Тогда вокруг них всюду 3. Да, ну, тройка может быть только вот эта. А, ну, а вот эти не... Эти нет, у них уже 2. Да, вот эта не может быть тройкой, получается. Это не может быть, потому что 3 означает, что на 3 участках соседних стойках же деревьев. Ну, тройкой вообще может быть, ну, как бы только... Сейчас, что там? 3, это значит, что на соседних участках столько же деревьев, да? Да, по 3. Ну, кажется, что... Да, значит, здесь 3, то тогда здесь 2, 2 и 2... Нет, а, нет, все. Столько же это 3, да? Да, да, да. А, ну, тогда троек тут нет. Да, да, да. Они могут только здесь вот и быть. Вот здесь троек, что это означает? Что здесь, здесь и здесь тоже по 3. Да. А здесь 3 означает, что здесь и здесь по 3, вот и все. Ну, вот здесь не может быть. Ну, да, в частности, вот здесь тройки нет. Ну, тогда, если здесь стоит, то здесь тоже тройка и тогда получается. Тройка, смотри, она не может быть... Вот здесь 3 означало бы, что на всех трех по 3, а здесь уже 2. Да, да, да. Вот здесь может быть тройка, но тогда у этой тройки тоже вот эти по три, значит, здесь тоже три соседа тройки, значит, все вот эти тройки, но это уже невозможно. Значит, тройк нет. 0, 1 или 2. Вот здесь 0 или 1. Здесь 0 или 1. Ну, хорошо, вот, допустим, я... Так, 2 тут не может быть. Да. Ну, кажется, здесь уже, наверное, не добивается все-таки. По всей видимости. 0 или 1, 1? То есть вообще изначальный вариант не бывает? Ну, можно на самом деле проще сделать, я думаю, давайте я вам подскажу. На самом деле можно только нулями, единицами, двойками забивать. Да, я лучше подсказку. Ну, вроде здесь это иное. А уже 15-15, это надо, да? Да. Это и написано, да? Да. Не более двух. Еще одна идея — это просто расставить вот здесь, а потом скопировать то же самое вот сюда. Ну, то есть вот тут, вот на этом. Да, да, да. Ну, мы вроде пытались, но ничего не вышло. Попробуйте вот здесь, например, предположить, что здесь 0. Да. Ну, тогда здесь по сколько-то. По одному, по два. Да. По одному, по два. Ну, кажется, что сейчас, кажется, что вот можно, можно вот здесь тогда по одному сделать. Они как бы будут, ну, в общем, свои участки вот здесь по единичке. Вот эти. Да. Нет, нет, имеется в виду сейчас вот сюда, да, так. По очереди, да, вот? Не, 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 сейчас нет. Вот. Короче, слушай, я не знаю, надо торопиться, потому что я настолько долго думаю. Ну, кажется, что подходит что-то такое вот здесь. Очень долго думаю. Вот. Вот так, да? Это, значит, короче, не для слабонервных точно. Вот. Ну, и дальше мы просто это копируем, и вроде все работает. Да. В общем, это пипец. Это вообще пипец полный. Да. Значит, 0, 1, 1, 1, да, 1, 2, эти 2, 2, эти 2, 2, эти 2, 2, эти 2, да? Да. И что дальше? А дальше мы просто копируем то же самое. Снова 0, 1, 1, да? Да, да, да. А, 0, 1, да. Да, ну, да, это вообще правильно, да, все? Да, кажется, кажется, да. Ну, ладно, да. Ну, ладно, все, побежали к числам. Я оставил числа-то наконец, понимаешь? Надеюсь, что там хотя бы будет не очень сложно. Ну, там последняя задачка такая. Жесть, да? Ну, она скорее долгая, там, может быть. Все верно, отлично. Ну, мы там ее, может, просто условно разберем. Давай, поехали. Чисельбург. Да, ну, там. Так. Шарик весит до 120%. Шарик на 120% больше Бобика, да? То есть, С равно 2,2 Б. Так, а Бобик на 50% больше Барсика. Б равно 1,5 бар. Ну, да. На сколько процентов шарик тяжелее Бобика и Барсика вместе взятых, да? Так. Значит, 2,2 на 1,5 на У. 2,2 на 1,5. 0,1 в уме. 10, 11. 13. 33. 300, да. Равно 3,3 Ю. Так. И, соответственно, что там? Барсика и Бобика, да? Угу. 3,3 плюс 1,5, да? А сейчас наоборот. Коль, я не то складываю. Значит, Барсик, вот он, 3,3 Ю. Да. А Бобик с Бубликом, с этим... С Барсиком. Это 2,5. Да, да, да. Вот. Значит, 3,3. 33,25, да? Да, да, да. 33,25, 33 на 4 сотых. Угу. 132, если я не ошибаюсь, сотых. Да, похоже, похоже. 32%. Да, давайте попробуем. Так, да, все. Следующая задача, вроде, тоже моя, но мы там ее совместными усилиями добили до финала, до того, как она сейчас выглядит. Твоя, да? Ну да, мы там более-менее вместе ее довели до вот именно такого внешнего вида. Петя забыл код от сейфа. Он помнит, что это десятичное число, которое делится на 44. Десятичное? А, десятизначное число, которое делится на 44. Да, да, да. Их делится на 44. И даже вспомнил почти все цифры. Которые два помечены. Найдите код от сейфа. После двух неудачных. Цифр. Так. Вот мы столкнулись с проблемой, то, что дети не поняли условия. Почему? Ну, объясните, как вы понимаете условия. Ну, мы выпишем это число, оно должно действовать на 44. Да. 1 миллиард 330 сколько-то миллионов, 286 650 сколько-то, это делится на 44? Да. И все. А как они считали? Ну, ладно, решайте. Ну, короче, все правильно, да, я понимаю? Да, да, все-все так. А как они понимали? Ну, две проверки зачем-то. Ладно. Делится на 44 и даже вспомнил почти все цифры. Так, ну, хорошо. Значит, ну, во-первых, он должен действовать на 4. Что-то делится на 4 в случае, если это 52 или 56. Да, то есть последнюю цифру мы уже… Значит, 2 или 6. Значит, 2 или 6. Какие варианты. И этого достаточно для лимиски 4. Да, да. Осталось 1 минус 3 плюс 3 минус x плюс 2 минус 8 плюс 6 минус 6 плюс 5 минус… У лучше написать. Да, 6, да, ну или так. Значит, это нах-нах. Так, значит, соответственно, 5 плюс 2 плюс 1 равно 8. Угу. Минус x минус 2 или 6 делится на 11? Да. Минус 9 минус 2 делится на 11. И минус 5 минус 6 делится на 11. Да, причем это единственные варианты, потому что… А, варианта 2. Да. А-а-а. Прикольно, да. Ну, раньше мы же доказали, что... Да-да-да. Ну, допустим, это 9. Тогда, да-да-да, вниз. 9, и тогда 2. Ну, сейчас посмотрим, угадаем или нет. Ой, да. Можно вверх, так быстрее, наверное. Ну, все. Проверяем? Да. Как неверное? Так, я не умею считать. Как, я не умею считать, что ли? А, 2 проверки. Что проверки? В смысле? Сейчас 2 проверки. Ну, у нас 2 попытки ввести ответ. Я понимаю, нет, я просто не понимаю. Я что, не умею считать, что ли? Ну, вы же ввели только один вариант сбор. А-а-а! Ой, а в этом смысле, слушай, здесь... Вот это здесь я не пойму, да. Это, конечно, здесь я не пойму, что... Как бы сказать, что если их 2, то нужно один из них. Слушай, это никто не поймет. Света будет реветь просто. Я скажу, все же правильно, все же делится. Да, но мы уже писали такие письма. Да. Все правильно. Жесть. Да, я бы не понял. Я думал, у любого из них. Не, ну, просто подразумевается, что вы не помните, у вас 2 попытки, но, как бы, 2 варианта у вас. Да. И, наверное, всегда дают 1 вариант неправильный, да? Я не знаю, как это реализовано. Подразумевалось, что рандомно выбирается все равно. Ну, посмотрим. Ну, там, кстати, интересно. Квадратные суммы. В ряду лежат 10 карточек с цифрами. Разрешается выделить 2 карточки, не обязательно соседние. Если их сумма, точный квадрат. Да. Чё-чё-чё-чё-чё? Переставьте в следующем порядке. Вот я могу показать, например. Подожди, что ты знаешь, выделить? Ну, смотрите, я хочу поменять местами 0 и 9. Я их меняю. А, если их сумма, точный квадрат. А, выделить 2 карточки, если сумма... А, так нужно, кстати, не выделить, а поменять местами. А, ну да, наверное, это... Понятно, да. Да. Ну, да, ну, 1 и 0, пожалуйста. Да. 3 и 2, значит, пока нельзя. Ну, на самом деле, здесь нужно, как бы, сначала концептуально подумать про то, что происходит. То есть, грубо говоря, здесь нужно... Очевидно, здесь какой-то алгоритм есть, но его надо увидеть. Ну, а сумма, точный квадрат. Ну, довольно много вариантов в реальности, да? Да, ну... В реальности довольно много. То есть, сумма может быть равна... Ну, единице — это 1, 0, 0, 1. Четверки — это 0, 4, 4, 0, 1, 3, 3, 1. Все. Ага. Девятки, соответственно, очень много вариантов. И 16 опять мало вариантов. 7, 9 и все. Ну, кажется, что разумно здесь посмотреть именно действительно, как карточки между собой могут быть заменены. То есть, как-то графически это показать. Вот и станет проще. То есть, 0 вообще можно менять... А, нет, на 1, на 4, на 9. Да. 1 можно заменить на 0, на 3, на 8. 2 можно заменять на 7. Второйку можно заменять на 1. Сейчас лучше, наверное... На 6. Лучше, наверное, 7 вот сюда пририсовать, потому что 9, 7, 2 будет красиво. 9, 7 умеем, да. Правильно. Так будет лучше. На 9 можно с 0 или 7, у других вариантов нет. 7 можно с 9. И с двумя других вариантов нет. 1, 2, 3, 4... Пятерка еще. Да, 5-4 получается. 5 можно с 4. Ну, вот оно, да. Вот дерево вариантов. Это еще не все, наверное. И не все. Девятка это... Ну, 0, 1, 0, 1, 0. Все. 4 это 3 плюс 1, 1 плюс 3 и 0 плюс 4. 9 это... Ну, 16 это вот эти. Осталось только 9. 9 это 0, 9. 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Все. Больше никакие вариантов не допустим. Да. Ну и вот стоит отметить, что получился связанный граф. То есть можно любую с любой поменять. Ну, при этом важно заметить, что любую с любой, но при этом, что там в остальных происходит, мы как бы не понимаем. То есть... То есть... То есть... Да. Любой, с любой можно поменять. Парными перестановками. Но при этом надо что? Да. В остальных случаях, я знаю, что происходит. Ну, да. Ну, да. 2, 5. 2, 5. Удобно думать про это так. Напишем вот здесь индексы над числами. Ну, то есть... Понятно, что у нас, грубо говоря, изначальная перестановка, она такова, что на итом месте стоит и. Ну, да. А нам нужно как-то перест... Грубо говоря, нам нужно просто сделать перестановку. Ну, да. То есть 0 стоял на первом месте. Хотел сказать на нулевом. Значит, на нулевом месте должен стоять на первом месте, а должен стоять на первом. Вот. И идея в том, чтобы вот именно с помощью этого графа как бы постепенно накапливать ответ. Вот. Но при этом нужно воспользоваться явно тем, что это дерево. Оказывается, можно так сделать. Ну, то есть, например, чтобы поставить на место семерку, тебе двойка уже... Вот если ты двойку поставил на место, то давай больше ее можешь не использовать. Да, это правильная идея. Правильно. То есть вначале двойку надо поставить на место. То есть вот сюда. Да. Ей забыть, примерно, всегда. Правильно? Так, как мы двойку можем поставить на место? Ее можно только семеркой, да? Сейчас. Кажется, нет. Нужно... Мы хотим двойку сдвинуть на один вправо, поэтому мы должны на место тройки как бы поставить семерку. То есть мы должны тройку вот так вот по пути променять. Сначала единичку... Да, да, тройку на семерку, да. Тройку на семерку. Один. Ноль. Ну да, прикольно. Боль. Девять. Да, прикольно, прикольно, прикольно. И, наконец, девять, семь. Это очень прикольно. И, наконец, двойка стоит на своем месте, и она пошла. Да. Куда надо? Дальше пятерку надо. Куда не надо? Пятерку даже после двойки стоит. Да. А я сразу... Да, ее можно поменять. Да, я думаю, дом вычеркивать. Да, 2,5 у меня стоит на местах. Восьмерка, где должна стоять? Должна в самом конце. 8,0 надо поменять. 8,3,0. Ой, какой 3. 8,0. Сейчас вот на крестик надо нажать. 8 нужно поменять все единицы. Так, все, куда мне нужно здесь? Восьмерка поменять, да? А, ну и... Сейчас, ну, кажется, 1,0 поменять и будет нормально. Сейчас, нет, а мне нужна... А, все, 8,9. Да, да, да. Просто идея в том, чтобы как бы с конца менять. То есть мы хотим... Да, мы должны удалять все ветви. Шестерку. Куда надо поставить? Вот сюда. Шестерку на место... На место девятки. То есть тройка. Дальше... Ой, подожди. Вы на самом деле в обратном порядке делаете. Нужно менять... Нужно... Вот мы хотим шестерку поставить на место... Я должен... Девятку менять. Вместо девятки мне нужно сунуть сюда тройку. Да, да, да. Значит, девятку меняем с нулем. Ноль с единицей, да. И, наконец, 1,3. Да. Теперь я 6,3 меняю местами. Прекрасно. 6,9, 8, 8 уже есть. Прекрасно. Теперь поехали. Ну, в принципе, семерку можно сказать. Не важно. Семерку нужно надеть... Перед шестеркой. Стройка поменять. Стройка поменять. Я могу только с девяткой. Значит, мне на место тройки надо поставить девятку, да. 3,1. Да, очень красиво. Очень красиво. Задача... Я не знаю, сколько решал. Задача, кстати... Честно, я не знаю, сколько бы я решал. Задача великого композитора Шаповалова. Подожди, а почему с девяткой? Блин, а подожди, а как с девяткой? Нет, а все нормально. У нас же... А, да. У нас 9 временно там. Да, да, да. Все-все нормально. 9, теперь я могу поменять с... С семеркой. Да, это Шаповалов, да? Да. Шаповалов отнимется. Так, 4. 4 должно стоять перед семеркой. Автоматически. Тройка должна... Ну, сейчас много будет таких, потому что уже я концу. Тройка должна поменяться единица. У меня здесь девятка семена. Да? То есть мне нужна здесь единица. Да. Я могу закинуть сюда 0 и потом единицу. После чего я могу тройку закинуть на это место, которое она должна занимать. Да. Ну и кажется, все у нас. Тут только... 0,1,9. 1,0 поменять местами. Да. Девятка уже снова на своем месте. И фигак. 1,0,3. 2,5,4. 7,6. 9,8. Шикардос. Отправить. Да. Верно. Все. Так, сколько ему баллов-то потеряли? 2,6? Там терпеть было? Да, 2, кажется. 2 балла потеряли. Ну и сейчас некоторые подсказки от тебя. Все. Все. Как дальше? Так, ну, заходим на Квантландию. Ну вот. Да. Все у нас, все горит серым. Мы все решили, ждем результатов. А, то есть уже готовы, уже не надо ничего делать. Да, да. Выйти просто. Турнир это. Ну, это из личного кабинета. Ну, грубо говоря, да. Можно выйти. Ура. Ну, друзья, да. Бррррр. Ну, вам понравится. Оказалось, конечно, сложнее, чем прошлый. Да. Но мы все-таки стараемся их делать более-менее равными. Все.